Материальные заповеди юдаизма Материальную основу Мы понимаем, что духовным называется намерение радиодачи И если человек присоединяет его к своему желанию, тогда это желание называется духовным Если человек не присоединяет намерение радиодачи к своему желанию, не намеревается этого делать, не находится на этом пути, он находится в материальном В материальном есть у него две возможности или же находиться в течение, когда поток его берёт, в совершенно ином направлении, или же находиться просто в религиозных рамках. Религиозные рамки построили себя в соответствии с духовным миром. То есть копия духовного, как корень и ветвь, как мы изучаем в учении «Десяти сферот», имеет цель выполнять в соответствии с духовным всевозможные традиции. Рабаш так их и называл – традиции. И не то, что мы должны были пренебрегать ими, ни в коем случае. Но есть здесь проблема с людьми, что все находятся в осуществлении духовных заповедей, когда мы не видим в них, совершенно не видим в них конца пути, но средства, которые просто помогают человека поддерживать его, укреплять его в каком-то виде в его материальной жизни. Да, верно. Но не в той мере, когда уже останавливают его обрести намерение радиоотдачи. Как можно сделать вывод, что если народ, допустим, сейчас в наши дни или в истории, и еврейский народ, видно, что находится далеко от своей внутренней роли, есть общий интерес даже у каббалистов, чтобы все соблюдали Тору и Запад, потому что, по крайней мере, держат их в каких-то рамках, потом они смогут вернуться к внутреннему значению. Смысл. Мы этого не видим. Это вещи не настолько простые, как ты хочешь их представить. Нет, мы видим, что те, которые находятся в выполнении материальных заповедей, в выполнении Тора и заповедей, не приходят в науку каббала. Как раз наоборот. Светские люди, относящиеся к просвещению, задающие вопросы, в чем смысл нашей жизни, и что выполнение заповедей, изучение Торы, не отвечают на вопрос, для чего они живут. Они приходят в науку каббала. Но если обычный человек, который живет материальными Торами и заповедями, и выполняет все, это общество обеспечивает его всеми гарантиями и обеспечением стремлений, и он не понимает, чего здесь еще нужно исправлять. Настолько, что в каждое мгновение своей жизни он чувствует удовлетворение. И мы видим это, как происходит на практике в течение всей жизни. И поэтому, если ты говоришь о подходе к науке каббала, мы наверняка увидим еще очень много людей светских, приходящих в науку каббала. Я еще не знаю, при каких условиях смогут в науку каббала прийти религиозные. Это должны быть очень жесткие условия, когда они начнут задаваться вопросом, есть ли еще что-то, кроме материального соблюдения Тора и заповедей. Это очень удовлетворяет человека. Есть еще поддержка обществу выйти. Из этого не каждый способен. Не каждый человек, он как Баль Сулам и подобные. Да. До новых встреч.